всем привет продолжаем играть фоллаут до окончания игры уже немного ее можно было завершить еще гораздо раньше но это не наши методы и процессе игры я зачитываю книгу совершенный коду стива маконова кто не купил бегите и покупайте ну и продолжим мы тема у нас проектирование при конструировании выбор подходов как чё зачем почему ну сначала я загружусь в прошлый раз я там пытался побегать по находить всяких этих стимулятором наверное гранат возьму стимуляторов но я их не так уж много и нашел к сожалению поэтому я решил еще раз сюда прийти и попробовать попробовать попробую сейчас с этим я поговорю и будет попытка убежать потому что откуда-то начинают появляться появляться мутанты я не знаю может быть этот он их и рожает как бы этих мутантов блин реально может быть я сбегаю в братство может быть они мне как-то помогут да то это не вариант потому что здесь вот мутанты появляются появляются вот вот здесь где-то не выходят и это жесть то есть такое ощущение что он их генерит постоянно потому что они откуда-то появляются и фиг поймешь так а чё это покосит показалось дверь то есть у меня предыдущие разы особо даже не не получалось убегать но вот как сейчас то есть я даже не могу добежать до края до чтобы спрятаться потому что потому что этот убивает а что если реально к братство побежать братство братство ладно короче попробую еще раз если нет сбегаю братство если нет буду тут пытаться или идти нас короче не знаю ладно идем и так советы по использованию эвристических принципов подходы к проектированию программного обеспечения могут быть основаны на подходах применяемые других областях елки паути чё я даже охренеть я примкнул короче и проиграл не то нажал ладно подходы к проектированию программного обеспечения могут быть основаны на подходах применяемых других областях одной из первых книг посвященных использованию эвристики при решении проблем является книга how to solve it но в переводе как решать задачу и была она опубликована в 1957 году д точка полья ну так зовут видимо видимо дмитрий но я шучу но д обобщенный подход польям к решению проблем концентрируется на решении математических задач но они в принципе эти 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 подходы применимы и к области разработки программного обеспечения и чё знаете что я придумал я придумал вот так вот я щас отсюда пульну винтовкой а потом убегу вот так вот в глаза может быть процесса да это создатель теперь надо убегать вот от вот откуда этот появился да блин вон сейчас еще откуда-то выйдет или нет а вон вон еще один появился такое ощущение что не вот восстают из вот этих вот кусков каких-то крови или чё это так ну попробую тут стоять и убивать их он их уже трое их уже трое надену возьму-ка еще в руки дробовик блин плохо он вышел потому что я думала тут остановится но он не остановится а нормально убил солдат создателя ну и так вот блин короче я тут что-то буду делать уже особо не комментировать так и так принципы до подходы эвристические подходы как подходить к решению задач один из принципов так первое понимание постановки задачи нужно ясно понять задачу что неизвестно что дано в чем состоит условие возможно ли удовлетворить условию достаточно ли условия для определения неизвестного или недостаточно сделайте чертеж введите подходящее обозначение разделите условия на части и постарайтесь записать их дальше составление плана решения нужно найти связь между данными и неизвестными если не удается сразу обнаружить эту связь возможно полезно будет рассмотреть вспомогательные задачи в конечном счете необходимо прийти к плану решения не встречалась ли вам ранее такая задача хотя бы в несколько иной форме известна ли вам какая-нибудь родственная задача не знаете ли теоремы которая могла бы оказаться полезной рассмотрите неизвестное и постарайтесь вспомнить знакомую задачу с тем же или подобным неизвестным вот задача родственные данные и уже решенная нельзя ли ей воспользоваться нельзя ли применить ее результат нельзя ли использовать метод ее решения не следует ли ввести какой-нибудь вспомогательный элемент чтобы стало возможно воспользоваться прежней задачей нельзя ли иначе сформулировать задачу попытайтесь сначала решить сходную нельзя ли придумать более доступную сходную задачу более общую более частную аналогичную задачу нельзя ли решать часть задачи сохраните только неизвестное и как оно может меняться нельзя ли извлечь что-то полезное из данных нельзя ли придумать другие данные из которых можно было бы определить неизвестное нельзя ли изменить неизвестное или данные или если необходимо и то и другое чтобы новое неизвестное и новые данные оказались ближе друг к другу и так все ли данные использованы все ли условия приняты ли вами во внимание все существующие понятия содержащиеся в задаче дальше осуществление плана нужно осуществить план решения осуществляя план решения контролируйте каждый свой шаг ясно ли вам что предпринятый вами шаг правилен сумеете ли вы доказать что он правилен и далее взгляд назад нужно изучить данное решение нельзя ли проверить результат нельзя ли проверить ход решения нельзя ли получить тот же результат иначе нельзя ли в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат или метод решения вот это из той книги такие подходы одним из самых ценных советов которые можно дать по поводу проектирования программного обеспечения является использование разных подходов если проект разработанный с помощью UML UML это диаграммы классов и не только классов неудачен выразите его на обычном языке напишите небольшую тестовую программу попробуйте совершенно другой подход подумайте об использовании грубой силы продолжайте рисовать эскизы и наброски карандашом и мозг ваш мозг последует за рукой ну за карандашом типа если ничего не выходит отложите решение проблемы прежде чем возвращаться к работе над ней прогуляйтесь подумайте о чем-то другом довольно часто это приводит к более быстрому получению нужного результата чем простое упорство никто не заставляет вас разработать весь проект за один раз если натолкнетесь на препятствия подумайте обладаете ли вы информацией достаточной для решения всех всех специфических проблем затем через силу разрабатывать оставшиеся 20% проект если впоследствии они прекрасно станут на свое место зачем принимать неудачные решения основанные на недостаточной информации если позже можно будет принять более подходящее решение некоторые разработчики чувствуют дискомфорт если не могут создать полный проект программы к окончанию этапа проектирования но после создания нескольких удачных программ без заблаговременного решения всех вопросов на этапе проектирования такая ситуация начинает казаться вполне естественной так сейчас я тут перетру может быть я мудилы никто не хочет разговаривать я занят все разрабатываются блин я хотел им сказать что я нашел создателя и что там много мутантов и мне бы помогла их помощь ты чё бык чё ты бычишь почему то что здесь все конечно я понимаю так снайперскую вен блин у меня это все есть лазерный пистолет и гранатами да нафиг потрошитель нет силовой кастет может быть а у меня вроде был а не у меня давайте возьмем и чё мне дали этот кастет елки-палки он же у меня был а для него надо еще батарейки короче я типа ему скажу что у меня есть все у меня есть вот мудила проваливая какой-то быковатый надо их тоже поубивать всех короче никто мне не поможет закрылись тут и ждут пока придут мутанты вы видите патроны для где их вижу подождите где я увидел это ну вот вот здесь внизу написано ладно методики про проектирование ранее мы ну перед этим мы обсуждали ну как обсуждали я так говорю обсуждали я что в одну сторону говорю я говорил о евристическим принципам связанным с атрибутами проекта иначе говоря эти принципы характеризуют то каким должен быть завершенный проект приложения далее я рассмотрю ну зачитаю эвристические методики проектирования это действия которые часто приводят к хорошим результатам ну и первый из них это итерация то есть используйте итерацию возможно у вас были случаи когда вы так много узнали во время написания программы что желали написать ее заново ну то есть опираясь на полученные знания этот же феномен наблюдается и при проектировании но этап проектирования короче тогда как влияние оказываемое им на последующие этапы выражено сильнее поэтому вы вполне можете выполнить этап проектирования несколько раз так так восприятие вот он сделал мне операцию восприятия и типа где это это выносливость а вот 6 интересно сколько у меня было ладно проектирование проектирование итеративный процесс выйдя из точки а и достигнув точки б не останавливайтесь а вернитесь в точку а изучая возможные варианты проектирования и пробуя разные подходы вы будете рассматривать и высокоуровневые и низкоуровневые аспекты общая картина которую вы получаете при работе над высокоуровневыми вопросами поможет вам лучше понять низкоуровневые детали детали которые вы узнаете при работе над низкоуровневыми вопросами помогут вам создать прочный фундамент для принятия высокоуровневых решений некоторые конфликты между высокоуровневыми и низкоуровневыми соображениями вполне здоровое явление это напряжение способствует созданию структуры более стабильной чем структура полностью созданная сверху вниз или снизу вверх многим программистам и вообще многим людям трудно переключаться между высокоуровневыми и низкоуровневыми точками зрения но это способность важное условие эффективного проектирования занимательные упражнения позволяющие развить гибкость ума можно найти в книге концептуал блокбастинг что это за книга кстати я не знаю так ну да ладно если первая попытка создания проекта кажется вполне удачной не останавливайтесь вторая попытка почти всегда оказывается лучше первой и при каждой попытке вы будете узнавать что то такое что поможет вам улучшить общий проект говорят что когда Тома Эдисона который пытался создать нить лампочки и испробовал на тот момент уже тысячу разных материалов спросили не жалеет ли он о том что зря потратил время так ничего и не обнаружил Эдисон ответил ни в коей мере я обнаружил тысячу вариантов которые не работают во многих случаях решив проблему при помощи одного подхода вы получите знания которые позволят решить проблему иным более эффективным способом понятно да вам чем больше вы пытаетесь по разному спроектировать тем больше вы получаете знаний и вы уже знаете какие способы не работают какие частично работают а какие хорошо работают и все такое итак дальше разделяй и властвуй как указал Эдгер Дейкстра никто не обладает умом способным вместить все детали сложной программы тоже можно сказать и о проектировании разделите программу на разные области и спроектируйте их по отдельности если работая над одной из областей вы попадете в тупик вспомните про итерацию инкрементное улучшение мощные средства управления сложностью вспомните как поле я советовал решать математические задачи поймите задачу составьте план решения осуществите план и оглянитесь назад чтобы лучше понять что и как вы сделали так короче знаете что я решил кто будет играть может быть может быть вы и убьете этого создателя а я пойду сразу сразу на военную базу я не помню я так давно не играл закончится ли на этом игра или нет если не закончится то я сейчас поубиваю тут мутантов возьму еще один уровень и все таки пойду попробую убить создателя если нет если нет то тогда тогда есть же еще фоллаут 2 на тебе охренеть круто да загрузить ладно дальше идем дальше нисходящий и восходящий подходы к проектированию слова нисходящий и восходящий могут оказаться устаревшими но они предоставляют много ценной информации об объектно ориентированных способах проектирования нисходящее проектирование начинается на высоком уровне абстракции например вы сначала определяете базовые базовые классы или другие не специфические элементы проекта по ходу работы вы повышаете уровень детальности и определяете производные классы сотрудничающие классы и другие детали восходящее проектирование начинается со спецификации и постепенно переходит все к большей общности как правило оно начинается с определения конкретных объектов на основе которых затем разрабатываются более общее объединение объектов и базовые классы некоторые разработчики утверждают что лучше всего начинать с общего и двигаться по направлению к частному а другие что общие принципы проектирования нельзя определить не обдумав важных деталей аргументы об обеих сторон мы обсудим дальше да чтоб ты промазал да что ж ты будешь делать чё он дострельнет нет красавчик а чё у них по два хода ребята ну это так же не честно в глаза так аргумент аргументы в пользу нисходящего проектирования нисходящее проектирование связано на том факте что человеческий мозг каждый конкретный момент времени может работать только с определенным объемом информации если вы начинаете проектирование с общих классов вы с общих классов выполняя их декомпозицию на более специализированные классы шаг за шагом мозгу не приходится иметь дело со слишком большим деталей с числом деталей сразу процесс разделяя и власть власть итеративен в двух аспектах во первых потому что выполнил один этап декомпозиции разработчики обычно не останавливаются а выполняют еще несколько этапов во вторых потому что дело декомпозиции не ограничивается одной попыткой декомпозиции вы выполняете декомпозицию одним способом на разных этапах декомпозиции у вас будут разные варианты разделения подсистем формирование дерева наследования и группирование объектов вы делаете выбор и смотрите что происходит затем вы возвращаетесь выполняете декомпозицию иначе и смотрите что работает лучше после нескольких попыток вы получите так где тут потеря вы получите хорошее представление о том что будет работать и почему до каких пор можно продолжать декомпозицию программы до тех пока вам не покажется что вместо декомпозиции следующего уровня его было бы проще закодировать до тех пока очевидность и простота проекта не станут проекта не станут вас в каком-то смысле раздражать в этот момент все готово если что-то не ясно продолжите декомпозицию если сейчас решение кажется вам хоть чуть-чуть хитрым для любого кто будет работать над ним позднее оно станет головоломкой ну то есть если вам уже кажется что у вас хитрое какое-то решение или хитрое это значит потом это обязательно будет головоломка теперь же аргументы в пользу восходящего проектирования иногда нисходящий подход настолько абстрактен что его трудно начать если вам нужно работать с чем-то более реальным попробуйте восходящий подход проектирование спросите себя какие функции эта система должна выполнять несомненно вы сможете ответить на этот вопрос вы можете определить несколько низкоуровневых аспектов ответственности которые можно назначить конкретным классом так вы можете знать что система должна формировать конкретный отчет вычислять данные для отчета центрировать его заголовки отображать на экране печатать на принтере и так далее определил несколько низкоуровневых аспектов ответственности вы скорее всего почувствуете себя достаточно подготовленным чтобы взглянуть еще раз на вершину в других случаях основные атрибуты проекта могут быть продиктованы низкоуровневыми факторами такими как особенности взаимодействия с оборудованием и так вот некоторые рекомендации о которых следует помнить при восходящей композиции спросите себя какие функции должна выполнять система опираясь на этот вопрос определите конкретные объекты и их сферы ответственности определите общие объекты и сгруппируйте их организовав под системы или пакеты с помощью композиции или наследования то есть выберите самый подходящий вариант поднимитесь на следующий уровень или вернитесь на вершину и попробуйте еще раз начать нисходящее проектирование г главное различие между нисходящей и восходящей стратегиями в том что одна является стратегия декомпозиции а вторая композиция в первом случае вы начинаете работу с общей проблемы разбивая ее на управляемые фрагменты в первом вы начинаете с управляемых фрагментов составляя из них общее решение оба подхода имеют достоинства и недостатки которые следует рассмотреть в контексте конкретной проблемы сила нисходящего проектирования в простоте достоинства в том что нисходящее проектирование позволяет отложить работу над деталями конструирования изменения изменения аспектов конструирования таких как структура файлов или формат отчетов часто сказывается на всей системе поэтому лучше заранее знать что эти детали следует скрыть в классах на нижних уровнях иерархии одно достоинство восходящего подхода объясняется тем что он обычно приводит к раннему определению вспомогательной функциональности что способствует созданию компактного хорошо факторизированного проекта системы если похожая система уже создавалась восходящий подход позволяет начать проектирование новой системы с рассмотрения и повторного использования фрагментов старой системы восходящая композиция имеет и недостатки во-первых ее трудно использовать без применения других подходов большинство людей находят разбиение крупной концепции на меньшие части более легким чем объединение больших концепций в более крупную это напоминает старую проблему связанную с конструкторами модель кажется готовой но почему-то в коробке остались без детали к счастью никто не заставляет проектировать программы применяя исключительно восходящий подход во-вторых при восходящем проектировании иногда оказывается что из исходных фрагментов создать программу невозможно никто не сможет собрать самолет из кирпичей чтобы узнать какие фрагменты понадобятся на нижних уровнях иногда нужно сначала получить общее представление о системе подъеме итог нисходящее проектирование обычно начинается с простого но иногда низкоуровневые сложности прорываются на вершину и это может приводить к усложнению системы которого можно было бы избежать восходящее проектирование начинается со сложных аспектов но определение этой сложности на ранних этапах позволяет лучше спроектировать высокоуровневые классы если к этому моменту сложность не потопит всю систему в конечном счете это не конкурирующие стратегии они дополняют друг друга проектирование эвристический процесс а значит универсальных решений не существует проектирование содержит элементы метода проб и ошибок пробуйте разные подходы пока не найдете то что вас устроит так пришел я к ним на базу надену-ка я вот эту пока потому что тут надо силовые поля проходить о нормально ну короче я когда через них прохожу то получаю какой-то урон а так получилось только одну единицу урона получил да по одной единице а так получается в той броне я получаю чуть больше урона и получается походу я не помню на втором уровне я всех убил не всех сейчас глянем ого не не всех ладно попробуем этих убить вот так теперь выглянем блин не хватает очков 10 круто а есть одиночным ну да на прицель не хватает ух ладно еще раз в глаза на тебе отстрелил голову теперь спрячемся а этих тоже лупашит видите этих тоже бьет блин а как тут повернуть по-моему не а вот держу левую кнопку ёлки-палки а как я переключился на второе оружие я чё-то нажал и переключился ого чё-то нажал переключился и убили меня блин ну надо было аж сохраниться ну почему постоянно на одни и те же грабли наступаешь так ладно идем дальше экспериментальное прототипирование круто у меня зависло значит надо надо загрузиться заново ну уже это в этой серии по-моему третий или четвертый вот такой бах ну ладно сейчас я загружусь подождите итак я загрузился идем дальше так экспериментальное проектирование да иногда адекватность конкретного проекта невозможно оценить не имея дополнительных сведений о деталях реализации вы можете не знать приемлема ли конкретная организация базы данных пока не узнаете будет ли она удовлетворять конкретным требованиям к производительности вы можете не знать приемлем ли проект конкретной подсистемы пока не будут выбраны конкретной библиотеки UI интерфейса то есть GUI это примеры существенной грязи при проектировании программного обеспечения вы не можете полностью определить проблему проектирования пока не решите ее хоть частично хорошо известен недорогой способ получить ответы на эти вопросы это экспериментальное прототипирование в слово прототипирование люди вкладывают разный смысл в данном контексте оно означает написание абсолютно но минимального объема подлежащего выбрасыванию кода нужного для ответа на отдельный вопрос проектирования ну да кстати тоже такое бывает когда типа пишешь какую-то коду но ты знаешь что ты его скорее всего выбросишь но ты его пишешь для того чтобы узнать суть проблемы суть того что нужно решить ух ты со старту снес голову круто если разработчик так тут можно сохраниться о можно давать это да если разработчик разработчики не дисциплинированно относятся к написанию абсолютно минимального объема кода нужного для ответа на вопрос прототипирование работает плохо допустим вопрос проектирование таков может ли выбранная нами организация базы данных поддерживать нужный объем транзакций для ответа не нужно писать полноценный код который можно было бы использовать в готовой системе вы можете даже не знать специфику базы данных вам лишь нужна информация достаточная для аппроксимации проблемной области это число таблиц число элементов в таблицах и так далее и так далее далее вы можете написать простой прототипный код использующий таблицы и столпцы с именами вроде table1 table2 column1 column2 заполнить таблицы фиктивными данными и протестировать производительность то есть вот как бы вы пишите абсолютно минимальный кусок кода в котором вы тестируете вы пытаетесь ответить на непонятные вам вопросы то есть да блин так прототипирование также работает плохо если задача недостаточно конкретно вопрос будет ли это организация бан базы данных работать недостаточно хорош хорошо определяет направление прототипирования в то же время вопрос будет будет ли это организация базы данных поддерживать тысячу транзакций в секунду при условиях x y и z предоставляет более прочную основу для прототипирования наконец еще один фактор риска возникает если разработчики не рассматривают код как подлежащий выбрасыванию я обнаружил ну это стим макконов что люди не могут написать абсолютно минимальный объем кода нужные для ответа на вопрос если думают что код в конечном счете войдет в итоговую версию системы настроившись на то что как только ответ на вопрос будет получен код будет выброшен вы ведете этот риск к минимуму избежать этой проблемы можно если создать прототипы и основную программу используя разные технологии вы можете создать прототип проекта java на языке python или смоделировать прототипы используя ту же технологию пусть имена прототипичных классов и пакетов начинается с префикса prototype это хотя бы застаял программиста дважды подумать чем прежде чем он решит расширять прототипный код при дисциплинированном примененение и прототипировании эффективный способ борьбы с глядность зна той в противном случае оно делает проектирование еще более грязным Не понял Ух ты Не, куда-то я зашел не туда Подождите, а, я, насколько я помню Еще на втором уровне не всех поубивал Вот, сбегаю я на второй уровень Получу там уровень Ну да Тавтология, или как это Сбегаю на второй уровень и получу там второй уровень Вот так вот Не второй, а следующий уровень Так, ладно, тут Вон, 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 ребятки Которым следует Прострелить голову Ух ты, блин А я А я не могу достать их А тут закрыто, а что мне делать Казалось бы Что я мог Мог бы их достать А как мне открыть это А походу никак А походу никак А если выманить А если бросить туда куда-то гранату Елки-палки Метнуть Метнуть Я что, просто так не могу метнуть Блин, круто Фух Это плохо Мне бы как-то это все открыть Ладно А, вон тут есть еще Вон всякие Ну этих, в принципе, что Я сейчас могу стрельнуть И выманить их И всех их выманить А потом Вот, вот так вот Я сейчас подойду Во, стрельну ему Блин, хотел прицельно стрельнуть Главное Да Главное Добежать Восемь жизней осталось Восемьдесят три Только плохо Три здоровья Потерял Офигеть На А вон восемь Ну нормально Вот так Отстанем Так Теперь мне надо Развернуться Че, опять не могу? Еще раз Офигеть Ладно Зайду-ка я сюда Так Прицельный Включим И в голову Они пока до меня дойдут Через эти поля Кстати, видите Они тупые какие Их не отключают Может, конечно Они не умеют Их отключать Но Но Мне эти поля помогают Так Есть Двоих завалил Круто Конец Боя Ничего Интересного Блин, они так Упали, что Фиг Попадешь На первого Ладно Подлечимся Ну и давайте Чуть-чуть дальше Еще Продвинемся В нашем Проектировании Итак, дальше Такая тема Ну не тема А под тема Блин, чуть-чуть До следующего уровня Осталось Совместное проектирование Обычно При проектировании Две головы Лучше Вы подходите Вы подходите к столу Коллеги И просите его Обсудить с вами Некоторые идеи Дальше Дальше Вы с коллегой Идете в конференц-зал И рисуете на доске Варианты проекта Дальше Вы с коллегой Садитесь Перед клавиатурой И выполняете Детальное проектирование На выбранном языке Программирования То есть Вы можете Использовать Парное Программирование А вот это Было неприятно Блин Вот это Он лупанул Вот это Конечно Да Это не повезло Ладно Дальше Вы Назначаете Собрание Для обсуждения Своих идей С одним Или несколькими Коллегами Вы 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 Назначаете Формальную Инспекцию Включающую Все аспекты Включающую Все аспекты Которые Мы потом Рассмотрим Никто Не может Провести Обзор Вашей работы Поэтому Вы Выполняете Некоторый Объем Работы Сохраняете Ее И Возвращаетесь К ней Через неделю Вы Забудете Достаточно Чтобы Самостоятельно Провести Довольно Хороший Обзор Своей Же Работы Вы Обращаетесь За помощью К людям Не работающим Вашей Компании Отправляете Вопросы В специализированный Форум Или Группу Новостей Блин Сейчас Буду В прятки С ним Играть Что Ли Офигеть Ну Как Так Промазать Да Он Он И Меня Убил И Себя Дебил Если Возвращение Числа Числа Предлагаемых Вариантов Проекта А не В простом Нахождении Ошибок Лучше Применять Менее Структурированные Подходы После Выбора Определенного Варианта Проекта Может Казаться Уместным Переход К более Формальным Инспекциям Что Определяется Конкретной Ситуацией Блин Чем Он Таким Стреляет Вообще Не Ожидал Он Он Просто С теми Чуваками Не Пошел На Меня Воевать Я Подумал Что Ну Просто Лох Какой Это Все А Он Не Лох У Нормальная Пушка И Он Нормально Еще И Стреляет Так Ну Да Ладно Всякие Вот Эти Проектирования Дальше Пойдем Ну Не Сегодня Я имею Ввиду Следующий Раз А на Сегодня По Этой Теме Все Поэтому Можете Выключать Там Всем Спасибо За Внимание Подписывайтесь Ну Я Просто Сейчас Еще Парочку Минут Запишу Все Так Попробую Попробую Че тут Пробовать Блин У него Просто Хорошая Точность Стрельбы Этой И Получается Все время Попадает И Так Попадает Что Снимает Все Мои Жизни Вот Смотрите Опять Жизни Осталось Ну Вроде У меня Получилось Свалить Да Получилось Только Я Сейчас Все Свои Стимуляторы Истрачу А У них По карманам Нету Они Все Какие-то Бомжеватые Надеюсь Он пройдет Через Одну Вот эту Рамку И Вторую И И Круто Как вы Видите Он Помер Сразу Круто Блин А до уровня Осталось Совсем Чуть Ладно Давайте Я Не буду Прерывать Запись Ну Типа Останавливать Только Для того Чтобы Сейчас Еще Одного Мутанта Убить Вот И Получить Уровень Может Там Что-то Будет Интересно Потому Что Не Так Уже Уровень Не Маленький Это Получается 14 Уровень Может Там Еще Какая-то Новая Способность Появится Или Что-то Такое То Вы Увидите Это Все Ну Чтобы Это Не Откладывать На Следующий Раз А Я Сейчас Попробую Сейчас И Сохранюсь Наверное Имеет Смысл Наверное Надеть Эту Силовую Броню А Не Имеет Смысла Я Убил Сразу А Как Ж Уровень Ребята Вы Издеваетесь Сколько 57 Опыта Блин Это Не Издеваются Реально О Ящички Круто Ух Ты Что Это Ух Ты Переключатель Полей Да Ладно Как Как С ним Работать Ух Ты Смотрите Отключил Поля Опа Включил Круто Норм Не помню Вообще Чтобы я Когда-то Такой Видел Нормально Теперь Тут Можно Обшарить Их Не Ну Их Эти Блин Как Их Деньги Мне В принципе Уже Не Нужны Мне Аптечки Всякие Надо Но Судя По Койкам Их Здесь Немало Этих Мутантов Но Койки Тоже Странные Как Вы Видите Они Как Сюда Этот Мутант Влезет Хотя Вопросы Начальства Это Не Волнует Койка Есть И Все Спи Что Те Еще Надо Тем Более Ты Мутант Нафиг От Тебе Спать Так Ладно Я Сейчас В любом Случай Убью И Возьму Уровень Посмотрим Что Там На Пятнадцатом Уровне Дадут Может Новую Способность Какую Нибудь Было Бы Неплохо Сейчас Быстро Про Дверь Заперта Ну Серьезно Ну Ладно Ну Нет Слов Вот Вот С этим Дверь Заперта Ну Ладно Это В пустоши Где-то Лазишь Это Одно Дело Но Когда Когда Ты Вот В Таких Бараках Не Знаю Ну Кто Тут Запирает Дверь О Нормально Открыл Дверь И Повысил Уровень Сейчас Мы Туда Зайдем Глянем Что Мне Там Дали Сейчас Я Тут Положу По Этим Ящичкам И Убивать Уже Никого Не Буду В Следующий Раз Хотя Можно Было Ради Интереса С Этим Потрошителем Побегать Ладно Давайте Я Возьму Может В ближнем Бою С кем То Получится Вот Потрошитель Но Для Него Насколько Я Помню Батарейки Надо Но Я Думаю Сейчас Я Батарейки Найду Да Когда Прокачано Тяжелое Оружие То Конечно С Медиган Медиган Круто Оно Разносит В пух И прах Врагов Там Урон Такой Нехилый Ладно Батарейки Все Взять Не могу Это Плохо Что Это Мне Надо Скинуть А Что Мне Скинуть Да Ну Ладно Я Возьму Вот Так Хватит Так А то Были По-моему Снайпер Патроны Для Снайперской Винтовки Пригодятся Так Тут Ракетниц Не Ну Ракетницы Тоже Урон Там Такой Недетский Так Сохранюсь И Посмотрим Что там С новым Уровнем Привалило Мне О Вот Новая Способность Смотрите Бонус Движения Каждый Новый Уровень Бонус Дает Движение Два Дополнительных Очка Действия Не знаю Прилежный Ученик Точно Не надо Надо было И тогда Не брать Странник Не надо Следопыт Размах Она Не позволяет Превышать Так Не Не то Мутации Нет Мастер На все руки Нет Та Та нет Всякая Фигня На самом Деле Там Другие Способности Вот Это Да Это Не Из Того Короче Этого Как Его Блин Ну Вон Классный Смотрите Дед Приз Вот Тогда Мне Попался Приз И я Выбрал Вот Тут Новый Навык И у У меня Повысилось Легкое Оружие До 200% Быстрая Реакция Больше Шансов Опередить Противника Во время Боя Вот Это В принципе Интересно Бонус Скорострельности Это Нажимать На Курок Это Неправильно Не курок А спусковой Крючок Перевозчики Плохо Перевели Курок Это То Что Бьет По Капсюлю Обычно Ну Это В Револьверах Он Взводится А потом Спускается С помощью Спускового Крючка Блин Че бы Выбрать Бонус Движения Давайте Потому что Все остальное Оно Было бы Интересно Было бы Интересно В самом Начале А сейчас Уже Конец Игры Считайте Так что Бонус Движения Либо Скорострельность Каждая Атака При использовании Оружия Дальнего Действия Стоит на 1 АД Меньше А тут Бонус Движения Ладно Возьмем Это И Что бы Мне прокачать Ну Тяжелое оружие Разве что Давайте Попробуем Миниганы Гранатометы Хотя Смысла Тоже Уже Нет Смотрите До Следующего Уровня 15000 Я вряд Либо Возьму Тяжелое Оружие Может Быть Доктор Ля 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 Но Что то Надо Выбрать Или Энерго Или Тяжелое Выберу Потому что Оно Побольше Мало Ломало 50 Сколько 3% Ну Да ладно Ну круто Уже 15 уровень И у нас Есть Переключатель Полей Соответственно Я могу Я могу Сейчас Поубивать Тоже Неплохо Понять Опыта На том Уровне На этом Ладно На сегодня Все Всем Спасибо За внимание Подписываемся Ставим лайки Комментируем Делимся И все Такое Всем Пока Пока